ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ И за скалы ко мне приближается мальчик Я пошел к нему и вдруг замер Мальчик был одет в мою куртку и мои брюки Но это было невозможно Ведь эта одежда была на мне Я крикнул и позвал папу А когда оглянулся, мальчика уже не было Папа сказал, что скорее всего я заснул И мне приснился сон Но я не спал, не спал Уважаемый профессор, скажите, помогите Есть какое-то научное объяснение тому, что произошло Так-так-так, спокойно, дорогой Игорь Конечно, конечно, есть научное объяснение Описанному вам явлению И не удивляйтесь Вы встретили в горах самого себя Да-да-да, и не во сне А наяву я подтверждаю, честно, профессорское Мне самому доводилось пережить подобную встречу Когда я еще не был профессором А лишь начинал свою научную карьеру в университете Уже тогда я много читал о горных миражах Да-да, все дело именно в них Вы привыкли считать, что обычно миражи возникают в пустынях Или над большими водными просторами И вы правы Но совершенно особые, боковые миражи Чаще всего появляются именно в горах Там есть все необходимые условия для возникновения этого редкого оптического явления Горячий воздух у разогретых на солнце скал Резкие перепады температур Все это создает некое подобие вертикального зеркала И лучи, отразившиеся от человека Искривляются в этом зеркале настолько, что возвращаются обратно И мы видим свое собственное отражение Ну разве не удивительно, друзья мои? Правда, когда я впервые встретился с собой Я подумал не сменить ли мне научную карьеру на спортивную Потому что никогда я так быстро еще не бегал Потому что я подумал, чтобы увидел привидение А с потусторонним миром шутки плохи Спасибо, спасибо, Игорь, от всего сердца Я немедленно напишу об этом статью Давным-давно обещал подготовить материал для одного популярного научного журнала И мне кажется, боковой мираж Прекрасная тема для дискуссии Да и заголовок уже готов Встреча с самим собой Все, все, приступаю немедленно Спасибо за идею еще раз До новых невероятностей, друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому